Собираемся идти опять спасать еду. Наполнение на 30 злотых, а мы заплатили только 10. Вот такие две больших лососины. 20 злотых каждая. Жизнь показала, что нехрен ржать над теми, кто остался без воды. Сашка дождал работу. Ура! Я бы этого сделать не смогла. Мне даже тупо страшно. В нашем классном дворе сегодня особенно классно. Они уже нас облепили одинаково. Да, облезали. Они меня облезали? Да. Всем привет. Сегодня начинаем из дома. Мы сейчас собираемся идти с Олей, которая там прихорашивается. Собираемся идти опять спасать еду. На этот раз мы подловили момент в магазине, в Корифуре. Пойдем заберем за 10 злотых пакетик еды. Сегодня у нас еще... Горе. Продолжение горе. История с горячей водой. Короче, я... Мы как-то выходили из дома и увидели, что у нас появилась информация о обслуживающей компании наш дом. И там, короче, был телефон и e-mail управляющего. Ну, я взял и написал ему на e-mail, потому что, ну, звонить или писать смс, ну, как-то без хорошего знания польского сомнительно. А вот e-mail я взял и написал, типа, мы живем по такому-то адресу. Подскажите, что у нас с горячей водой, нас никто ничего не предупреждал. А мы уже живем как бы неделю без горячей воды. Ну, тогда было... Ну, практически недели в среду. Ну, и уже вопрос встал. Мы вообще, кстати, думали, что в Польше-то не отключают воду. Ну, я до сих пор не знаю. Ну, просто у нас, получается, нам ответили, что еще 9 дней. То есть, 2 недели в сумме. И вот вопрос, то ли это нам повезло, то ли здесь тоже отключают. Но я такую информацию не видел. Короче, остается ждать 9 дней. Наверное, нам повезло. Просто, пока мы там были летом в Минске, ну, когда мы приезжали, было лето. И как раз мы успели уехать до того, как отключили там воду. Видимо, мы так хохотали там, ааа, мы везунчики. И вот жизнь как бы показала... Бумеран, короче. Жизнь показала, что нехрен ржать над теми, кто бы остался без воды. Так что мы сами в такой ситуации... Ну, ладно, мы уже приспособились. Да мы всю жизнь уже приспособлены к такой ситуации. Ничего страшного, это такая мелочь. Ну, просто сам факт, что мы вообще жили полнедели. Я не знаю, когда будет вода, когда не будет. Может, нам ее случайно отключили, что вообще произошло. Поэтому мы написали. Да, этот управляющий мне еще ответил, что они эту информацию... Ну, либо не они, но они передали всем хозяевам квартиру. Но наш хозяин нас не предупреждал. Но будем ждать еще 9 дней, короче. Я вообще не ждал, что ответит управляющий, но молодец, ответил. Так что мы благодарили. Мы вот такие тут ничего не знаем, ничего не... Да, шо-шо, цо-цо. В общем, а теперь пора спасать еду. Да, пойдем опять спасать еду. Мы с этим, как мы уже говорили, отлично справляемся. Да, и давно хотели попробовать именно из магазина спасти. Ну, мы именно решили попробовать... Она очень редко бывает. Попробовать именно из Карифура. Блин, ну такой шанс. Мы почти никогда не видели. Получается, что из Карифура мы видели только из дальнего. Да, а в нашем ближайшем почти не появлялись. А тут появился, мы подумали... Мы даже долго не думали, приняли решение, что пойдем. Нам особо не нужно было, но интересно. Ну, в принципе, мы обед не готовили. Да, и вообще спасение еды это наша сейчас... Фишка. Мы хотим почаще это проворачивать по возможности. Ну, блин, это прикольно. Там столько всего дают вкусного. Тем более из магазина может какой-нибудь фрукт. Ну, короче, это же интересно. Мы вам покажем. Так, ну вот мы пришли в Карифур. Сейчас будем искать, где взять нашу еду. Ну вот, мы собрали нашу торбу. И там уже, наверное, покажем содержимое. Дорога к Zero Waste. Мы не помогаем этому. Вот так все выглядит. Много всего. Получается, тут наполнение на 30 злотых, а мы заплатили только 10. Мы пришли домой. Сейчас покажу, что нам там Карифур подготовил. Вот такой воздушный горошек. Калорийный. Калорийный. Мы посмотрели, тут 700 калорий на 150 грамм, да? Типа, ну, это понятно, что это как хлебушек такой. Ничное. Ничное. Смотрите, дали вот такой какой-то салат макаронный с мясом каким-то. А с мясом и брокколи. Так. Смотрите еще. Дали такое чесночное масло. Я не очень люблю чеснок. А, моцареллу. Такую большую. Хлеб. Цельнозерновый, наверное. Нет, тостовый. Три зерна. Три зерна. А, это путка. Это пекарная. Путка? Да? Да. Прикольно. И последнее, что нас очень удивило, это тесто на пиццу. Вот такое тесто. Вот тут видно. Получается, у нас есть вот такой набор. Мы из него будем делать пиццу. Это мы, наверное, сейчас попробуем. Это Сашка будет есть. А сроки годности? А, сроки годности. Так. Здесь до 10-го, 08-го. Ну, как раз мы завтра пиццу будем делать. А, моцарелла тоже 10-го, 08-го. Масло, масло. Видишь? А, вот до 11-го, 08-го. До 10-го, 08-го. Эти штуки, мне кажется, они до 11-го, но мне кажется, что у них нет разговорности. И хлеб, он очень мягкий. До 8-го, 08-го. Просрочка дали. Просрочка. Дали. А, так. И сейчас вот сам чек. Получается сумма... 3143 уходит в сумму торба. А медаль всего лишь 10. И по дороге мы еще зашли в Бедронку. Там, как всегда, хорошие акции. И они очень часто обновляются. Например, сегодня мы шли за макаронами. Стоит 2 злотых за пачку. Там нужно взять вторую. Короче, так по 3 злотых. Если брать 2 пачки, то 2 за 4. Каждое по 2 злотых. Мы взяли 4 на 8 злотых. Арбуз премиум. Без косточек должен быть. 4 килограмма 100 грамм. Стоит сейчас 2 злотых килограмм. До этого стоил 5 за кило. То есть тоже 8 злотых нам обошелся. И тут еще подсолнов целиковый. Тоже был на скидке. Стоил 2 злотых вместо 3. Что-то захотелось. Как в детстве. Да, но я никогда не любил. Но может и понравится. Мне нравится. Короче, вот это все было на скидках. За все мы отдали 18 злотых. Что в принципе около 5 долларов. Но очень выгодно. Еще хотела рассказать про подсолнух. Я никогда не видела, чтобы у нас в магазинах в Беларуси когда-нибудь лежал подсолнух. Ну там кукуруза я видела продаем. Вот оно вот такое я видела. Обычно это у бабушки еще рыба по роде росло. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Я уже тут подъела. Друзья, мы сейчас ходили. Мы в Лидле. Мы сейчас ходили по Лидлу. И пасли, пасли и пасли. Продавщица. Пока она нам ценники наклеит на нашу рыбу. Мы вам сейчас покажем. Мы показывали ценники вот эти 50% скидка. И мы выяснили, что 8 часов. Плюс-минус. Где-то в 8 часов они начинают наклеивать эти ценники. И сейчас покажем, сколько мы взяли рыбы. Было всего три куска. Мы взяли два. Сразу, чтобы не пасти ходить. Вот такие две большие лососины. Они нам обошлись в 20 золотых каждая. Ну вот оно. Не прошло и дня. Я закончила. Есть этот шедевр. Весь подсолнух съела я одна. Сверхо мне чуть-чуть помог. Но было невероятно вкусно. Я прям кайфанула. Но второй покупать уже не буду. Один раз кайфанула. Больше покупать не хочу. Так, сегодня у нас будет на ужин пицца из спасенных продуктов. Собственно, заготовка для пиццы. Тесто. Плюс моцарелла. Из того же набора спасенной еды. И у нас еще как раз осталось немножко салями. Тоже уже недельной давности как раз пора доесть. Ну и плюс обычный базиличный томатный соус. Будет простая хорошая пицца. Мы уже разогрели духовку на 220 градусах. И сейчас будем ставить это добро на минут 15. Такая пицца у нас получилась. Ну понятно, что она выглядит по-домашнему. Но при этом очень классная. Но зато тут все, смотри, вкусные салями. Все итальянские продукты. Все итальянские продукты. Но даже сыр моцарелла не такой необычный. Ну не простой сыр какой-то. Ну да, то есть это... Я не знаю, как это назвать. Это типа Маргарита плюс. Ну да. Вместе с соляной еще. Пока-пока. У нас тут сейчас так шандарахнуло. Ой, блин, молния сейчас опять шандарахнуло. Такой дождь. Нам даже Олег не пришел, знаете, сегодня. Что будет такая буря. А вообще, когда приходит, вообще ничего не бывает. Нет, ну бывают дожди. Ну я не... Но такой грозы редко встретишь. Хорошо, посмотри-ка. Возможно, опять деревья будут падать. Угу. Небо серое вообще. Ну я некомфортно себя чувствую, когда гром и гроза. Да, ну причем это громкая и яркая молния. И вот она, зажаристая красавица наша. Будем дегустировать. Так что, смачного. Как-то я подумала, что это будет очень полезный кусок для видео. Я решила вам рассказать про вкусное мороженое. Мы фанаты мороженое. И мы уже перепробовали, ну, достаточно много. И мы любим покупать вот такие вот по 500 миллилитров. Тут всегда пишут в миллилитрах и граммах. Ну что ж, в миллилитрах. Вот. И мы часто покупаем вот по 500 миллилитров. И когда мы приехали, мы увидели вот эти пачки мороженого. Они были относительно дешевые. Ну и в итоге они казались невкусные. Вот я хочу порекомендовать тем, кто как мы по незнанию может взять мороженое. Например, вот это. Там бывает разных вкусов. Или вот это ванильное. Это мы как бы не советуем. Потому что оно невкусное. Вот. И состав у него такой себе, если честно. Может, поэтому он и невкусный. Вот тут получается у этого мороженого три вида. Фисташковый, шоколадный и строчтелло. И все три вида вообще невозможно есть. Поэтому я их просто тупо добавляю в кофе, чтобы хоть как-то доесть. Ну вот это в целых... Блин, тут сколько получается? Почти килограмм. Сложно его есть. Это мы почти уже доели в кофе. Но вот эти мороженки, они очень вкусные. Особенно мой фаворит. Это вот это. Кто любит карамель и кто любит такое прям сладкое мороженое, тому точно зайдет. Потому что это 10 из 10. Запоминайте. Оно продается в бедронке. Я это мороженое обожаю. Для Саши он говорит, что сладковато. Он ставит всегда восьмерку этому мороженому. Вот мы случайно... Я не знаю, как это случилось, но мы реально случайно взяли шоколадное мороженое. Хотя мы его не любим. Тут написано с бельгийским шоколадом. Само оно шоколадное. И плюс стружка такая вот бельгийского шоколада. Мы хотели взять другое, но почему-то как-то заговорились и взяли шоколадное. Поэтому вот так как я не люблю шоколад и Саш его тоже, оно как бы... Ну, оно вкусное, наверное. Все мороженое вот этой марки вкусное. Но, не знаю, вот шоколадное не заходит. Поэтому я бы поставила шесть, потому что я не люблю шоколад. Уже я это говорила. Но вот так оно достойно. Там вкусный шоколад, там не глазурь, там шоколад. Но самое вкусное, это карамельное. Также этой марки Marletta есть большое мороженое. Там где-то почти килограмм. И там нам не понравилось карамельное. Ну, как-то не очень. Сашка вставит фотку, да? Сашка вставит фотку, какое мороженое я имею в виду. Вот это мороженое нам тоже не зашло. А вот в упаковках индивидуальной пачки тоже вкусное. Вообще, тут очень вкусно много мороженого. Короче, вот я вам такой гайд по мороженому небольшой провела. И покажем потом еще наше любимое мороженое. Мороженое покупаем часто. Потому что оно очень вкусное. Будем вам показывать и рассказывать, какое тут мороженое стоит покупать. По нашему, конечно, мнению. Потому что у всех разные вкусы. Я, например, люблю, чтобы оно было такое сладкое. Чтобы было много карамели. В этом мороженом очень много карамели. И это она настоящая карамель. Не из гучонка, не из сахара. Знаете, на зубах такое остается. Это реально карамель соленая, вкусная. Короче, это реально мое самое любимое мороженое. И оно очень часто на скидке в бедронке. Оно представлено только в бедронке. Я не помню, что это мороженое было в других магазинах. Это мороженое специально делается для бедронки. Кстати, оно делается в Голландии. Производитель Голландия. Короче, это мороженое очень достойное. Я его советую. Так что его можно не бояться покупать. Мы его уже немного подъели. И хотела показать вам, сколько здесь карамель. И ее очень много. Вот таких вот областей карамели, вот как здесь, их очень много. Но они попадаются постоянно. Короче, я не знаю, что еще можно сказать больше про это мороженое. Но оно крутое. И вот шоколадное мороженое. Так выглядит, друзья. Видите, тоже очень много шоколада. И последнее, что хотел сказать. На акциях обычно в бедронке это мороженое постоянно. И оно продается так. Типа, покупайте одну упаковку и вторая за один злотых. И вот мы так часто берем. Эту упаковку стоит 10 злотых. И вторая только за один злотых. Получается один злотых за две баночки мороженое. Ну и вот как выглядит вот это килограммовое мороженое. Вот о чем я вам говорила. Также мы при переезде советуем скачать приложения в какие-нибудь газетки. С какими-нибудь акциями магазинными. Это очень облегчает жизнь. Я бы сказала. Потому что всегда можно посмотреть, какие сейчас акции. Что стоит на акции. Что выгодно, что невыгодно. Вот мы, когда уже узнали, что мы переезжаем в Польшу. Мы сразу накачали себе всяких газеток. Я в первую очередь это сделала. Потому что мне было интересно, что здесь продается. По каким ценам я все сравнивала. Изучала небольшой рынок польский. И я мечтала выпить сок тымбарк. Потому что он всегда во всех газетках на скидке. Он, кстати, действительно очень вкусный. Мне нравится апельсиновый сок. Он такой в бумажной такой упаковке. Я его очень люблю. Он действительно очень вкусный. И еще я мечтала о мороженом от марлета. И, как вы видите, мечты сбываются. Не зря о нем мечтала. Он действительно очень вкусный. Вот. Так что мы советуем обязательно накачать газеток. Чтобы быть в курсе всех новостей. Друзья, у нас невероятная новость. Ну, для нас она очень грудая. Сашка пошел в работу. Ура! И тут должны быть фейерверки. Это для нас очень хорошая новость. Что это? Ну, важная очень. Мы, как бы... К этому шли. Ну, это основная сейчас была задача. Да. Найти работу. На первые два месяца. И мы уложились в месяц. Да. Ну, мы так и планировали где-то метить за два. Что Сашка найдет работу. Это была... Ну, что я буду рассказать? Ты расскажи. Что это долгая работа. Это мы взял и нашел, конечно. Много собеседований проходил. Ну, это реально. Это вот... В... Там больше десятка компаний. Угу. Ну, с разным успехом. Были удачные, были неудачные, да. И задачи решал. И разговаривал со всеми. На английском, на русском, на польском иногда чуть-чуть. Все было. Я хочу сказать. Звонки, видеозвонки. Да, в свою очередь, я хочу сказать, что я восхищаюсь всеми программистами, которые ищут работу. Потому что это очень сложно. Это собеседование для меня, это какой-то дикий экзамен. Потому что столько всего спрашивают. Столько надо всего знать. Это не просто прийти, вот, как ты устраиваешься там в офис. Ничего такого у тебя там не спрашивают. Это нужно столько запомнить, столько знать. Короче, я, когда Саша проходил собеседование, я все... Боже, как он это все запомнил? Плюс еще на английском. Ну, понятно, что это еще тяжелее. Плюс они всегда чисто технические вопросы. Да. А еще и, ну, такие, ну, человеческие, менеджерские. Да, это Саша нелюбимые. Никто их не любит. Плюс, ну, зачем? Ну, бредовые, да, немножко. Ну, ты же не идешь ни менеджером или там. Любой нормальный, адекватный программист, он умеет общаться с людьми по работе. Ну, очевидно. Да. Ну, не знаю, есть какие-то единицы токсичных. Мне кажется, это понятно будет очень быстро и даже без всяких поведенческих вопросов. Ну, я тоже так считаю, что хоть я и не программист далеко, я никогда не устраивалась, но смотря, как это делает Сашка, я уверена, что через это проходят все программисты, ищут меня, отработают. Господи, я перед вами снимаю шляпу, для меня вы просто герои нашего времени. Я бы этого сделать не смогла. Мне даже тупо страшно было бы, потому что сидят несколько человек, они тебя оценивают. Даже если ты пройдешь хорошо интервью, это еще не факт, что ты попадешь. Ну, да, не понравилось, если не понравилось, как там общался или не туда смотрел, в глаза не смотрел. Ну, и тем более у Саши не такой опыт, что там 4 года программистам работали, ну, еще что-то. Ну, чтобы я сам выбирал. Поэтому, ну, все закончилось хорошо, в итоге удастся из работы, я говорю нас, потому что для меня это как наше достижение, я, короче, присаживаюсь к достижениям Саши, вот, мы вообще дико рады, сегодня мы даже решили это отметить, вкусненько поесть, дай, выпить сока помаранжового. Вот такие дела, так что поздравляйте нас тоже. Ура! Мы тут пришли в Лиддл за вкусняшками и обнаружили круассан за один злот, если взять три. Мы берем три. Уже взяли два. И дополнительно отметим соком, и купила такое молоко второй раз, решила попробовать. Это очень вкусное, все кофе, но дороговато. Стоит 9,99, но дешевле, чем в Беларуси и России, оно стоит, конечно же. Ну, не факт, примерно столько, ну, чуть-чуть, да. Ну, в Беларуси стоило почти 12 рублей. Ну, дешевле, да. Ну, и показываю, что нам принесли. Мы заказали один, ой, том-ян, тут видите, с креветками. Серёха, подожди. Пахнет с креветками. Креветки большие, их, ну, достаточно много. Нажористый, пахнет так вкусно. У Сашки томха с курицей, а Сирёня, привет, Сирёня. Как ты там говоришь, кикакимас? И татакимас? И татакимас? И татакимас? Вот. И у него с креветками томха, а? Приятного нам аппетита. Приятного аппетита. Смочного. Были мы вот в этом заведении. Вот Сашка, Серёжка, и мы хотим сказать... Меня не лучше. Вообще... Сергей, вот давай сначала Сергея, Сергея скажи. Мне не очень. Сергей даже не доел. Три с большим минусом. Три с большим минусом. Если честно, я согласна с Сергеем. На четвёрку, наверное. Я не знаю, как остальные блюда... Мы хотели ещё взять попробовать. Ну, хорошо, что мы не взяли. Ну, там рис или лапшу какую-то с мясом. Ну, это может и вкуснее было бы. Не знаю. С супами у них проблемы. По мне так суп должен быть вкусный. Том-ям, он... Там только креветки были вкусные. И до три штуки. Тут акцент. До три штуки, да, их всего. А цен на дешевизне, а не на качестве. Просто сюда ходят, может, за счёт дешёвых. Ну, мы ели повкуснее том-ям и том-ха. Да, и... Стоит он мало, но это потраченные деньги. Ну, честно, лучше доплатить ещё пять злотых. Лучше в два раза дороже на вкус. Да. Лучше доплатить, да, несколько злотых. Ну, больше, да. И чтобы было вкусно. Поэтому мы идём. Сейчас прогулка до центра. Да, прогулка до центра. В нашем классном дворе сегодня особенно классно. Потому что бегают пудели. Пять братишек, сестричек. Они уже нас облепили один раз. Да, облезали. Они меня облезали все. Это был самый в этом момент. Да, вообще классно. Они ко всем подбегают. Сашки нас спасал. С другими собаками. Да, один вот застрял в кустике. Я подошёл в поводок. Ну, он завернулся несколько раз, получается. Они все побежали. Да, я начал его освобождать. И на меня сразу трое-четверо прибежали, облепили. Милашки. Зави, зави. Хочешь? Хочешь ходить? Так, не знаю. Хочешь? Ладно, пойдём. Это мы её так нагло. Ещё тут у нас во дворе, получается, ну как встреча собаководов с пёсиками. Какая-то лекция для них, и куча-куча разных пёсиков. А вот наши дружочки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...